Приветствую зрителей канала Политек Онлайн, меня зовут Владислав Новиков и на связи со мной Константин Машовец, военный эксперт. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в последний момент очень много идет обновлений информации именно военного характера, хочется с вами ее обсудить. К сожалению, не так много именно открытой информации и нет полного понимания, что происходит. Скорее всего, об этом мы узнаем позже. Но, тем не менее, уже есть различные источники, в том числе и с другой стороны. Давайте будем базироваться в нашем обсуждении именно на открытой информации, чтобы вся эта история была очень правильной. Начнем, пожалуй, с того, что вот в Америке уже звучит на уровне министерств именно слово «контрнаступление». Действительно ли пошло то самое контрнаступление? Ну, если рассматривать ситуацию в стратегическом смысле, скажем так, в основном содержание этой войны, то да, до, скажем так, настоящего момента, до недавнего момента, скажем, лучше, инициатива принадлежала противнику. Российские войска пытались наступать или пытались наступать на целом ряде оперативных направлений, пытались добиваться активными действиями неких задач. Вот, то с недавнего времени ситуация поменялась, и, скажем так, эти действия пошли со стороны Украины. И это вполне можно назвать контрнаступлением по отношению к тому, что происходило ранее. Как именно началось это контрнаступление? То есть это была плановая, именно запланированная история, когда должна начаться в определенное время дата и место, либо это было прощупывание, в ходе которого, возможно, была выявлена какая-то брешь, и уже пошел какой-то полноценный удар? Ну, вы же понимаете, что такого рода действия, они планируемые, организованные, ну, и происходят не с бухты-барахты. Вот, то есть, органы военного управления вооруженных сил Украины проводили определенную предварительную работу к такого рода действиям. Да и сама логика ведения боевых действий, когда противника изматывают упорные и длительные обороны, вот, лишая сил, средств и ресурсов, вот, которые он может использовать для активных форм боевых действий. Вот, это так или иначе можно, ну, скажем так, оценивать как подготовку. Ну, и выбор места и времени, скажем так, по месту и времени, вот, это тоже, тоже потребовало определенного оценки, анализа ситуации со стороны органов военного управления вооруженных сил Украины, которые готовились, занимались этим контрнаступлением. Но я вам напомню, что перед, скажем так, основной частью на Балаклейско-Купянском направлении последовал ряд активных действий на южном, херсонском направлении. Очевидно, что эти действия увязаны, увязаны одним замыслом, ну, и, скажем так, на понятном языке, одним сценарием. Какого рода сценарий? То есть, это оттягивание внимания, сил, что конкретно вы имеете в виду? Я думаю, скорее, это первое, но я бы не оценивал одно направление как главное, второе, второстепенное, или отвлекающее, или демонстрационное, там, ну, разные, я встречал варианты названий. Дело в том, что органы военного управления, ну, я так понимаю, это генеральный штаб вооруженных сил Украины, сделал намного умнее. Они, у них, эти оба направления могут, ну, или чередоваться, или быть оба главными, и в любой момент меняться местами. Если противник активно реагирует на одном направлении, оно становится, там, второстепенным, а другое направление главным. И наоборот, если противник перебрасывает силы резервы на этот самый, на другое направление, то и назначение его меняется с украинской стороны. Понимаете, это довольно-таки разумный и логичный ход. Значит ли это, что мы сможем наблюдать подобные успехи в скором времени именно на херсонском направлении? И если противник сосредоточит свои усилия в районе, там, Изюма, Волчанска, думаю, да, ну, если ему удастся, например, купировать украинское наступление на этих направлениях, вот, то, думаю, да, на херсонском направлении украинские вооруженные силы активизируются. А вот ситуация с Изюмом, давайте ее более детально разберем. Достаточно, ну, серьезные силы там были сконцентрированы, которые создавали угрозу на этом направлении. Сейчас же, насколько я понимаю, ситуация кардинально поменялась. Ну, скажем так, там действительно была сосредоточена достаточно значительная группировка войск противника. Вот, в основном, это были войска западного и центрального военных округов вооруженных сил Российской Федерации, там, 20-я армия, 1-я гвардейская танковая, там, часть сил 41-й армии, несколько бригад специального назначения, ну, значительная группировка ракетных войск и артиллерии Российской Федерации. Вот, ну, то есть, да, действительно, и она предназначалась для, скажем так, прерыва с севера-запада и с севера на ближние поступки к Славянску. Вот. Дело в том, что украинское наступление севернее, по северному флангу этой группировки, ну, фактически, скажем так, эти планы российского команды не обрушила. К тому же, часть сил и состава этой группировки до этого, еще до начала наступления, российское командование перегруппировало на линию Северск-Бахмут, именно туда вот, с целью продолжения своего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию с востока. Давайте также поговорим и об обороне именно Российской Федерации, как они оборонялись в этой компании, то есть, что вы можете, как оцениваете вообще эту историю, насколько сильно оборонялись и вообще их реакция на это контрнаступление с военной точки зрения, их действия? Ну, на мой взгляд, российская команда действует бессистемно и хаотически, фактически, скажем так, нарушая положение, скажем, и стандарты оперативного искусства, согласно которым такого рода наступление противника должно оккупировать, вот, оно практически действует в режиме, в авральном режиме, в режиме с колес, так сказать, Бросая резервы по частям и одновременно не сосредотачивая, не разворачивая группировки резервные на угрожаемых направлениях, вот, организовывая их ввод в бой должным образом. Ну, это фактически похоже на попытки потушить пожар, потушить пожар подручными средствами, имеющимися ближе, под рукой, вот, бессистемно, без попытки проанализировать и создать какой-то запас, без запаса воды, скажем так, вот, Вот, просто, выплескивая в очах возгорания по ведру воды, по мере того, как это ведро поступает. Ясен ваш ответ. Вот, давайте поразмышляем на тему того, какие могут быть варианты окружения. Могут ли быть они сейчас? Ну, и какого масштаба эти окружения могут быть? Могут быть, если, скажем так, украинские войска, ну, смогут, скажем так, нивелировать те возможности, уже небольшие, у российского командования, скажем так, Южнее, Южнее Скольского водохранилища и между Печеневским и Скольским водохранилищем, которые, ну, по силам, вооруженным силам, как я могу сказать, я не знаю, скажем так, там соотношение сил и средств на определенных участках, Ну, и я вижу, что, например, ситуация северной дороги Чугуев-Куканск, она, ну, складывается для российских войск, скажем так, не совсем положительно. И чем шире вот этот вот прорыв украинских войск, особенно чем дальше отодвигаются на север российские войска по вот этой условной линии Куканск-Новый Бурлук, то, ну, чем ситуация для российских войск становится критичнее, которые сосредоточены в районе Изюма. Что насчет Лимана? Готовится ли там котел? Котел? Удар по Лиману именно, вот. Ну, если, я говорю, если, например, вот этот вот южнее Скольское водохранилище, коридор, так называем, украинским войскам удастся той или иной мерой закрыть или, например, контролировать огневым способом, средствами поражения, вот, то ситуация для Изюмской вероятности резко осложнится. Уже сейчас моральная составляющая этой группировки и вообще в целом командование, и, возможно, там, каких-то и российских элит, и, в принципе, население, вот как вы оцениваете, давайте по секторам разберем, наше успешное контрнаступление, насколько сильно усилило вот эту трещину и раскол какой-то внутри именно морального состояния? Ну, смотрите, вообще в вооруженных силах Украины существует два основных показателя морально-психологического состояния личного состава вооруженных формирований. Значит, первое состояние оценивается как позволяющее выполнять боевые задачи, вот. И второе, как не позволяющее выполнять боевые задачи, скажем, это то есть критерии, которыми оценивается степень влияния морально-психологического состояния на такой показатель, как боеспособность войск. Вот, так вот, значит, судя по среднесуточным темпам продвижения украинских войск, у противника с морально-психологическим состоянием, в целом ряде его формирований, вот, не все здраво, и, скажем так, степень боеспособности этих формирований из-за этого фактора достаточно низкая, ну, по крайней мере, скажем так, основным показателем тут можно оценивать уровень сопротивления, который оказывают эти формирования противника наступающим подразделениям вооруженных сил Украины. Они довольно низкий показатель, почему? Потому что пытаются отступать, не оказывают сопротивления, бросают технику и вооружение, вот, явно это свидетельствует все о низком уровне морально-психологического состояния, который не позволяет этим людям оказывать достаточно эффективное сопротивление вооруженным силам Украины. Ну, прежде всего, это касается так называемых мобиков, подразделений, сформированных на основе так называемого мобилизационного ресурса, корпусов народной милиции, вот этих вот образований гибридных российских на захваченных оккупированных территориях Украины, которые провели мобилизационные мероприятия и привлекли к участию в боевых действиях явно людей, ни морально, ни физически, ни психологически готовых к такому, ну, я имею в виду, к участию в боевых действиях. Их морально-психологическое состояние явно не соответствует тем задачам, которые перед ними ставят. Вот. Но я должен сказать, что это коснулось не только, скажем, вот этих подразделений мобилизационного резерва народных милиций, так называемых, вот, ну и целого ряда кадровых подразделений формирования вооруженных сил Российской Федерации, как мы наблюдаем. Как вы в целом оцениваете сильные, слабые стороны нашей стороны, противоположные стороны, потому что вот интересные даже заявления с Америки звучат, что украинцы создают какие-то креативные ситуации, творчески подходят с ограниченным именно ресурсом и имеют успех? Ну да, на тактическом уровне. Но я должен сказать, что, скажем так, наша армия всегда отличалась, прежде всего, на тактическом уровне, способностями импровизировать успешно, вести даже в децентрализованном формате боевые действия. Но сегодня мы видим и, скажем так, на оперативном, на статическом уровне достаточно, скажем так, творческие, креативные решения по ведению, по организации ведения боевых действий. То есть изначально формат закладывается такой, скажем, непривычный для противника, вот привыкшего, скажем так, к формам и методам советской военной школы. Почему вот в их отчетах не слышно о контрнаступлении? То есть зачем эти попытки скрыть то, что и так уже очевидно? Не говорят о наших успехах. Вы упомянули один из факторов, это морально-психологическое состояние, но речь идет не только о морально-психологическом состоянии собственных войск, которые российские команды не имеют в виду, но и населения своего. Вы же понимаете, активный такой, достаточно весомый поток информации о успешном контрнаступлении вооруженных сил украины вполне может оказать резко негативное влияние на составе политических настроений внутри самого российского общества. Поэтому, естественно, что военно-политическое руководство Российской Федерации сегодня пытается всеми способами ограничить доступ своего населения к информации о этих событиях. Успех в контрнаступлении. Он в целом может нам дать возможность получать еще больше оружия, еще больше уверенно чувствовать себя и показывать, что действительно у нас есть результаты, даже с ограниченным количеством. Вот посмотрите, это серьезный показатель вообще? Ну, явно это позитивно отбьется и уже отбивается, скажем так. На темпах и объемах военно-технического сотрудничества между Украиной и ее партнерами, я думаю, что вот это вот последнее решение в рамках дополнительной военно-технической помощи Украине со стороны партнеров, я имею пакеты в виду дополнительные, а также решения, которые, скажем так, были достигнуты в рамках вот этого вот заседания, последнего заседания инициативной группы формата Рамштайн, тоже об этом свидетельствуют. То есть, скажем так, сторонники всестороннего наращивания объемов помощи Украине, прежде всего, военно-технического характера на Западе, в политическом, тамошнем политическом истеблементе получили дополнительные аргументы для своей позиции. Давайте еще поговорим о Херсонском направлении. Не так давно взяли Высокополье, тоже своего рода. Поднимает очень сильно моральный дух наш и, соответственно, опускает моральный дух противника. А какие еще перспективы можем увидеть в ближайшее время? Ну, я бы больше внимания, например, уделял нашему ингелецкому плацдарму, который расширяется, потому как активные действия вооруженных сил Украины, очевидно, ну, это любому военному, если посмотрят на карту, например, в направлении Береслава или вдоль Энгульца могут привести к резко негативным последствиям для группировки российской, которая сосредоточена на плацдарме. Вот, поэтому, ну, вот этот район, который Вы упомянули, Высокополье, там, в северной и северо-восточной части плацдарма, вот, это, конечно, тоже важно, и там очевидно, что противнику приходится, как сказать по-русски, докладывать усилия дополнительные для того, чтобы сдерживать продвижение передовых подразделений ВСУ, но для него более критична, конечно, эта ситуация с ингелецким плацдармом вооруженных сил Украины и теми событиями, которые происходят, например, в районе Александровки или дороги Николаев-Хевсон по обеим сторонам. Если не локально рассматривать, а отодвинуться, так скажем, в общий план и во времени узнать, какие вот успехи нас ожидают в этом году, что Вы можете сказать, что конкретно может вот серьезно поменяться? Ну, конкретно серьезно может поменяться, скажем так, площадь или объем этих территорий, которые сумела захватить Российская Федерация в этой войне с ее начала, с 24 февраля. То есть, вполне возможно, что объем, скажем так, актов доброй воли, может быть, может носить довольно значительный характер. Что конкретно? Херсон увидим к концу года? Ну, что конкретно вам никто не скажет, но это... Не, ну подожди, планы заявляются? Планы общие заявляются? Я не в Ванге, я не могу предвидеть события конкретно там. Я могу только спрогнозировать, что явно это состоится на южной операционной зоне и на северо-восточном фланге в линии фронта. Конкретно, ну, я не готов вам сейчас говорить там, какие города там могут быть освобождены или какие рубежи могут быть достижимы. Почему? Потому что, ну, боевые действия, они сейчас еще развиваются в динамике и говорить о чем-то конкретном еще пока рано. Да, поэтому я и отошел на общий план, чтобы мы не касались конкретных деталей, чтобы в общем... Ну, южное операционное направление, скорее всего, эти изменения произойдут на южном операционном направлении, это Херсонское, Белитопольское направление, возможно. Вот. И северо-восточный фланг, это Харьковская область и, возможно, часть прилегающих территорий, возможно, но я же не говорю, что это обязательно. Как предстоящие изменения в погоде повлияют на ход военных действий и зима в целом? Не сильно. Не сильно, а если конкретней? Ну, конкретно не сильно повлияет. Современная армия всепогодна. Ну, современная наша современная армия, а та сторона, которая не обеспечена продовольствием, одеждой и прочей. Да, современная армия всепогодна. Что касаемо средств ведения войны, что касаемо уровня обеспечения. Но если вы имеете в виду недостаточность уровня обеспечения СССР, то при определенном, скажем так, при влечении дополнительных ресурсов или, скажем, наведении порядка с армейской тыловой логистикой, эта турель может возрасти до показателей, которые позволят ввести Российскую... А Российская Федерация и так, в принципе, ее армия способна даже с ограниченными ресурсами, логистическими ресурсами, касаемо предметов материально-технического снабжения. И так они ведут боевые действия достаточно активно в холодное время года. Ну а если они наведут там еще порядок, дополняют эти ресурсы, найдут их эти ресурсы у себя, то вероятность интенсивного продолжения боевых действий в холодное время года вполне сохранится. В целом время играет в нашу пользу? Ну, смотря как посмотреть. Давайте посмотрим с разных сторон. Ну, в статическом отношении – да. А в тактическом, оперативном, ну, скажем, решетчасти. Какие есть плюсы-минусы этих ситуаций? Ну, очевидно, что в статическом отношении время играет в пользу Украины из-за того, что ее поддерживает цивилизованная часть мирового сообщества, вся наиболее развита. Я имею в виду и ледвлиз, и принятие политических решений, которые непосредственно отображаются в военно-технической сфере о поддержке Украины до ее победы. Ну, а что касается тактических, оперативно-тактических уровней, то тут, скажем так, затягивание войны просто ведет к увеличению затрат на ее части со стороны Украины. Вот. И российское командование надеется таким способом истощить наши ресурсы, при этом ограничив помощь со стороны наших партнеров и союзников. И тогда, в принципе, это может отобразиться и на стратегическом уровне. То есть они пытаются затянуть до холодного периода года для того, чтобы и в социально-экономическом плане получить дополнительные рычаги воздействия на Украину и, скажем так, дополнительно повысить стоимость этой войны для нас. Ну, то есть они надеются вот на таком уровне привести к тому, что это все отобразится на тактическом, оперативно-тактическом уровне. Пытаются измотать одним словом, в общем. Ну, измотать это, скажем так. Ну, на геополитическом уровне, потому что война и там приобретает новые слои. Это, скажем, применимо как раз к тактическому уровню. Да, измотать, к оперативно-тактическому измотать, привести к состоянию, когда мы не сможем уже пользоваться вот этими вот средствами введения вооруженной борьбы на этом уровне. Вот у нас истощатся, например, там некоторые виды снабжения, ресурсов. Вот имеется в виду топливо, боеприпасы, а потребности на них будут возрастать. Или, например, воздействовать на социально-экономическую инфраструктуру государства. Вот очевидно, что противник воспользуется своими дальнобойными средствами поражения для воздействия на социальную инфраструктуру нашей страны с целью создания коллапса. Вот в холодное время с целью принудить военно-политическое руководство Украины к переговорам или заключению перемирия, ну и так далее. С рычагом и методом воздействия в этом отношении у российского командования и его военно-политического руководства хватает. Какое вообще оружие, вот если мы будем говорить о поддержке Запада, мы можем на какое оружие рассчитывать и какое оружие нам нужно для успешного быстрого контрнаступления? Что нам нужно и что мы конкретно получим, на что можем вот реально рассчитывать, что поменяет как-то ход боевых действий? Или нам в принципе достаточно того уровня, который есть сейчас? То есть видят же, говорят, что вот креативно украинцы справляются с поставленными проблемами. Ну, скажем так, нужно нам все и побольше. Поэтому конкретизировать я не буду. Ну скажем так, на танки, на самолеты мы можем рассчитывать? Я говорю, что касаемо потребностей, нужно нам все. А на что мы можем рассчитывать, я не знаю. Я не руководитель наших стран-партнеров. Насколько я понимаю, формат нынешнего взаимодействия, он предусматривает обнародование Украины наиболее острых актуальных потребностей в основных видах и типах ВВТ, вооружения, военной техники. И реакции со стороны наших партнеров, которые, например, могут удовлетворить одни заявки Украины, а другие, или, например, не могут, или могут со временем. Вот в силу тех или иных причин. Ну, на мой взгляд, наиболее актуально сейчас для Украины, это, конечно, бронетехника, артиллерийские системы, системы противовоздушной, противоракетной обороны. Вот в этом отношении это наиболее актуальные вопросы. Ну, можем мы рассчитывать или не можем? Ну, наверное, можем. Удар по Крымскому мосту с текущих позиций реален, нереален? Когда вообще мы увидим эту картину и увидим ли? Не знаю. Услышал ваш ответ. По поводу Белоруссии. Обучение Беларусь-Россия. Вот недавно оно закончилось. Там принимало участие гораздо меньше людей, чем в прошлых обучениях, наверное, по понятным причинам. Второй фронт этот, мы можем его увидеть или нет? Или это все запугивание? Лукашенко пытается таким образом симпатизировать Путину, но в наступление не пойдет. Ну, во-первых, мы уже видим этот фронт. Если вы относитесь к этому, как не к фронту, то вы зря это делаете. Беларусь уже участвует в этой войне. Ну, скажем, не Беларусь, а ее войне. Я говорю о полномасштабном. Я говорю о полномасштабном, потому что часть сил и средств Украина вынуждена на этом направлении держать. Это тоже форма участия в войне. Хорошо, переформулирую. Танки, пехота, авиация пойдут со стороны Беларуси? Если вы имеете в виду прямое участие, официальное участие, скажем так, или очевидное участие, подразделение белорусских вооруженных сил в агрессии. Ну, тут тоже можно спорить. Почему? Потому что до 6-7 батальонов усиленных белорусское военное командование продолжает удерживать на наших северных границах. И это явно является, скажем так, в некотором роде угрозой или, скажем, гипотетической возможностью проведения каких-либо ограниченных по масштабам и объемам активных наступательных действий со стороны белорусских вооруженных сил в отношении территории Украины. Почему? Потому что, ну, явно они не будут носить такого масштаба, например, даже как наступление в свое время ударной российской группировки вдоль Днепра, по правобережью на Киев. Вот, явно не такого масштаба. Но какие-то ограниченные действия они вполне могут предпринять. Вот. Ну, вероятность их, скажем так, согласно последних событий, общей ситуации, развития общей ситуации в войне, ну, снижается. Явно снижается достаточно интенсивно. Константин, благодарю вас за ответ. На этом будем наше интервью заканчивать. Константин Машевец, военный эксперт. Сегодня был на канале Политака Онлайн. С вами был Владислав Новиков. Также не забывайте подписываться на канал, быть активными, читаем ваши комментарии. Увидимся, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok